Музыка Уважаемые наши земляки, жители Республики Алтай, вот сегодня мы собрались с нашими коллегами, медицинскими работниками учреждения Республиканской больницы с той целью, чтобы обсудить, осветить ту ситуацию, которая происходит в нашем учреждении. К сожалению, с последним приходом наших новых руководителей, таких как министр здравоохранения Ялукомов, главный врач Григорьевича, какой бардак начинается в нашей больнице. То есть с новым главным врачом мы уже здесь трудимся 11 месяцев. 11 месяцев. То есть как бы в начале ее трудовой деятельности первая пала жертва – это детская больница. Закрыли детское пульмонологическое отделение полностью. То есть уничтожили детскую пульмонологию в корне. То есть если кто-то считает, что у нас дети не болеют пневмониями, у них не имеется бронхиальная астма, да и вообще в принципе другой патологии нижних дыхательных путей, но эти люди заблуждаются. То есть со стороны министерства здравоохранения не было никаких абсолютно направленных действий. Не было ни произведено ни одной попытки сохранить стационарное отделение. Затем у нас продолжаются игры разума госпожи Григорьевичевой. Дальше. Дальше что? Дальше у них возникла бредовая идея объединения отделения отариноларингологии вместе с офтальмологической службой. С какой целью? В 70-х годах прошлого столетия отделение наше так и существовало. Были глазное отделение, в составе имелись лор-койки. То есть по идее вот этот шаг он вел к тому, чтобы опустить наше здравоохранение в принципе на уровень какого-то банального фельдшеризма. Путем невероятных усилий нам удалось отстоять наше отделение. Дальше у нас прогрессирует ситуация в нашей доблестной больнице. Дальше делается что? Приостановили вообще все закупки по лекарственным препаратам, по расходным материалам в нашей больнице. Оказывается крайним и неработающим оказалась контрактная служба. Виновные стали они плохой ситуацией в больнице. Да, поменяли руководители, но извините, закупки не проводились от слова совсем. Доходило до того, что у нас в больнице не оставалось банального навокаина. Я уже не говорю про другие дорогостоящие препараты. Плюс у нас имеется еще и операционный, у нас отличный операционный. У нас уникальное оборудование имеется в нашей операционной. Но без технического обслуживания, без закупки расходных материалов к этому оборудованию, это все грош цена. Мы не имеем в виду, что кто-то плохой, но кто-то очень хороший. Это производственный вопрос, это должно решаться вместе со всеми. Раньше было, я в 83-м году закончила институт. Приехала сюда работать, потому что по лекарственным препаратам проходили. Начнется у нас была просто людьми, чтобы все знают за это. На кладерку мы все приходим, все отделения приходят. Мы в курсе всего этого. Мы знаем, какие конференции будут. Кто-то съездил на специализацию, приходит, но и все новости, что нам вводят. Мы знаем, какой тяжелый ребенок инфекции лежит, в каком отделении все. Я вообще не курс жизни нашей больницы. Раз, второй, еще один вопрос по медосмотру, по оплате с медицей. Мы не курс жизни за одного ребенка сколько-то, в каком возрасте. Очень много, очень много вопросов, которые тут не перестали. Один стоматолог у нас получается. Да, медведь. И стоматолог медосмотр проводит, 100 детей посмотрел. И еще там лечением должен заниматься. Ну, какой-то порядок душу. Ну, и в конце, вот сегодня в актовом зале у нас собралось 25 врачей. Общее количество людей сейчас в зале 40 человек. Помимо этого, здесь присутствуют и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал. И, если честно, вот мы все видим только одну, один выход из всей этой сложнейшей ситуации. Первая очередь, это смена руководства нашей больницы и Министерства здравоохранения Республики Алтай. Нам уже хватит привозить сюда заезжих варягов. Наши больницы, она очень специфичная больница. С учетом того, что нашей больнице может производиться вскрытие фурункула или такая операция, как апендектомия, и рядом же может в соседней операционной выполняться высокотехнологические сложнейшие методики, у нас очень специфическая больница. Мы оказываем полностью в Республике всю экстренную и всю плановую медицинскую помощь. Как правило, для больших регионов это не характерно. И такими больницами руководить очень и очень сложно. И здесь выход один. Руководить нами должен наш местный человек. И этот человек должен быть выходец, это должен быть выкормыш нашей республиканской больницы. Чтобы он ее знал от и до. Но когда наши заезжие руководители с Алтайского края, соседнего, сидят, общаются с нами в зале и не знают, как. Докторов зовут по имени и отчеству. Это, знаете, на мой взгляд невозмутимо. И такого быть в принципе не должно.